Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой винный канал! Меня зовут Мария Чеботова, и сегодня мы с вами будем говорить о винах, как всегда, и будем с вами пробовать розовое вино. Почему я выбрала розы? Ну, потому что у нас, наконец-то, в Петербург пришла весна, вышло солнце, зима отступает, и уже так хочется увидеть, наконец-то, цветы, зеленую травку, да, отправиться на море. Петербуржцы меня здесь поймут. Итак, на море отправиться пока возможности нет физической, но виртуально мы туда переместимся с помощью вот этой бутылочки вина. Обратите, пожалуйста, внимание на дизайн этикетки. Правда же, она такая средиземноморская, так и отправляет нас на побережье, какое-то морское причало с яхтами. В общем, это вино полностью отвечает моему настроению сегодня. Итак, посмотрим. В аромате очень такой вот нежный, тонкий, девичий аромат, легкий, фруктовый. Есть какие-то малиновые нотки, также и косточковые фрукты, персиковая составляющая, при этом и йодистый, такой вот оттенок солоноватый тоже присутствует. Во вкусе яркое, взрывное, хорошая кислотность делает его очень освежающим. Послевкусие длительное, тоже фруктово-цитрусовое, с такой грибфрутовой ноткой в послевкусии. При этом вино легкое, легкое тело, легко пьется, алкоголь невысокий, хорошо интегрированный. То есть, прекрасное, легкое, свежее вино, которое поднимает настроение, замечательным образом пройдет для такой вот весенней-весенней поры. Что же это у нас такое? Образец у нас с юга Франции, регион Лангидо-Круссион. Сделанный из сортов винограда Горинаш и Синсо. Кстати, про цвет забыла рассказать, хорошо, что вспомнила. Цвет такой вот нежно-розовый, как будто бы пудровый. Еще его называют цвет бедра испуганной нимфы. И я рекомендую вам посмотреть мое видео про розовые вина, которые я снимала в прошлом году. Там я говорю про то, какие бывают смешные названия у розовых вин. Также рассказываю о том, в каких регионах делают розовые вина, какую технологию производства используют, из каких сортов винограда их изготавливают и чем все эти вины будут отличаться друг от друга по вкусу и аромату. Так что это видео обязательно к просмотру, его смотрите. А вот этот образец можно купить в винторговой компании Алианта. Ссылку на их онлайн-витрину в Вайн Экспресс я оставлю в описании к этому видео. И помните, что промокод «Мария» дает очень приятную скидку 25% на весь ассортимент. Итак, сегодня в этом видео я не буду говорить про сорта винограда. И я также не буду говорить про какой-либо регион. А фокус нашего внимания будет на одном человеке. Потому что вы знаете, вино – это всегда чья-то история. За вином всегда стоит человек. И за этим вином стоит человек уникальный. И зовут его Бернар Магре. И в его уникальности, особенности сомневаться не приходится. Его называют по-разному. Винный магнат, винный композитор, финансовый гений. И в 2017 году он вошел в список самых влиятельных винных людей мира по мнению журнала «Декантер». И давайте с вами разберемся, в чем же секрет его успехов, что же в нем такого особенного и чему мы можем с вами научиться. Даже если вы ни разу о нем не слышали, вы, скорее всего, его пробовали. Ну, я имею в виду, пробовали его вина. Причем, независимо от того, нравится ли вам вина старого света или нового света, традиционные или новомодные, доступные или суперпремиальные, органические или биодинамические, все дело в том, что он владеет целой винной империей. В его собственности больше 40 винодельческих хозяйств, разбросанных по всему миру, которые находятся в разных уголках земли. У него есть и в Бардо четыре хозяйства, и больше десятка в Лангедоке, и парочка в Провансе. Также есть хозяйства в Напа, в Аргентине, в Португалии, в Марокко, в Уругвай и даже в Японии. Можете себе представить, какое впечатляющее портфолио. Вина преимущественно представлена у нас в России виноторговой компанией Альянта. Можете посмотреть на сайте Wine Express и помните про промокод. Причем, каждый из этих хозяйств он лично посещает как минимум один раз в год, а многие гораздо больше. И это при том, что ему сегодня 85 лет. Можете вообще такое представить, какая нагрузка, и как много ему приходится путешествовать. Более того, он говорит, что каждый день спит порядка 4-5 часов, не больше. Один час тратит на утреннюю гимнастику, и все остальное время посвящает работе. Поэтому уже можно брать блокнотики и записывать секреты его успеха. Он говорит, что в то время, как все его конкуренты работают по 8-10 часов в день, и он работает по 16 и больше, и это делает его на голову выше, и поэтому он всегда на шаг впереди. Вот такие фирменные секретики. Еще его фирменный девиз «Никогда не отступай». И даже в одном из своих интервью он сказал, что эта фраза указана на форме всех его сотрудников. Уж не знаю, так это или нет, но тоже стоит ее запомнить. Вы представляете, какое огромное количество хозяйств, и можете догадаться, что суммарно они производят огромное количество бутылок вина. Много и много миллионов, которые продаются более чем в 150 странах мира. И на каждой бутылке вина Бернара Магре стоит его личная подпись, которая говорит о качестве. Вот знаете, иногда вопрос прилетает, как же выбрать хорошую бутылку вина, если не являешься винным экспертом? Здесь ответы могут быть разнообразные. С одной стороны, можно узнать, какая бывает клавистификация, и по классификации выбирать самые хорошие. С другой стороны, можно узнать винный регион, где делают только классные вины, и ориентироваться на него. Но третий, наверное, совет – это ориентироваться на бренд, выбрать бренд, которому доверяешь. Так вот, Бернар Магре – это и есть тот самый бренд, которому можно довериться. Потому что он делает всегда вина достойные, высокого качества, независимо от того, в каком ценовом сегменте они продаются. Даже самые доступные вина будут качественными, хорошими, интересными и очень-очень достойными. А если уж мы говорим о премиальных образцах, тогда вообще там качество просто невероятное и сногсшибательное. И именно по этой причине Бернар Магре и ставит на каждой бутылке свою подпись, а на некоторые даже портрет для того, чтобы потребитель, где бы он ни находился, в какой бы стране он ни был, какой бы регион он ни хотел бы попробовать сегодня, всегда знал, что вот эту бутылку можно брать совершенно с медла. Кстати, его коллеги в Бордо за эту идею его сильно критикуют. Ну, потому что они говорят, как-то это не принято. Традиционно на бутылке вина Бордо будет указано название шато, вот фотография этого самого шато, может быть название суп-региона и все на этом. А Бернар Магре не только подпись свою добавляет, но еще и на обратной стороне бутылки он добавляет свой портрет. И коллеги говорят, что как-то это нетрадиционно и нескромно, что ли. Еще одним секретом его успеха является то, что он всегда пытается понять фундаментальное поведение своего потребителя. Записываем, записываем, это же секреты успеха, которые нас с вами могут привести к этому успеху. Итак, фундаментальное поведение, согласно его исследованиям, заключалось в том, что потребитель его тратит в среднем 18 секунд на то, чтобы принять решение о покупке. И 28% покупателей берут бутылку вина, поворачивают ее обратной стороной, чтобы посмотреть дополнительную информацию. А во Франции, в особенности в регионе Бордо, на обратную сторону бутылки акцент внимания, как правило, не делается. И поэтому такой подход выгодно выделяет вина Бернара Магре среди его конкурентов. Более того, он говорит, что он всегда фокусируется только на предпочтениях своего покупателя, а на то, что думают его конкуренты, ему совершенно все равно. И это еще одно из правил его успеха, которые мы можем записать и запомнить, концентрироваться только на собственном бизнесе и игнорировать, кто там что о вас думает. Это не важно. Ну а теперь давайте отправимся виртуально к нему в гости. Как вы понимаете, такой человек мог бы жить в любой точке мира, но выбрал он остаться в Аквитане в Бордо. Как говорится, где родился, там и пригодился. Его имение поражает воображение. На стене средневековые гобелены, раритетные картины, сервировка стола. Сервировку стола оценила бы сама царствующая королева Великобритании Елизавета II. Все просто безупречно. И весь его образ намекает на человека с благородными корнями. И насколько удивительно становится тот факт, что на самом-то деле он не принадлежит к роду благородному французскому. Он не является также виноделом в 10-м поколении. На самом деле он был рожден в достаточно бедной семье Каменщиковых. И воспитывался суровым тираничным отцом, который в возрасте 12 лет отправил его из дома то ли на лесопилку, то ли какой-то деревообрабатывающий колледж. И как говорит сам Бернард Магре, для него это был отказ его родителей и отправление, для него это было огромным испытанием и детской травмой. И возможно именно в детстве кроется и причина его дальнейшего успеха. Потому что именно тогда у него появилось желание во что бы то ни стало выбраться, подняться и преуспеть. Это безумная жажда, этот голод успеха, желание может быть доказать что-то себе, отцу или даже всему миру. И с этой точки зрения начинаешь уже по-другому смотреть на его достижения. И по-другому воспринимаешь тот факт, что он каждую бутылку украшает своей подписью. А некоторые бутылки украшают еще своим портретом. И уже по-другому смотришь на эту безупречную изысканность интерьеров. Есть психологи среди моих подписчиков. Что вы об этом думаете? Как бы то ни было, есть люди, которые относятся к нему очень скептически, как к такому новоришу. Но с другой стороны, есть те люди, которые им восхищаются и находят, чему можно поучиться у него. Обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Расскажите мне, нравится ли вам такие форматы, интересно ли вам слушать о винных героях. И может быть есть и люди, о которых вы бы хотели, чтобы я записала видео. А в нашем следующем видео, которое выйдет буквально через пару дней, мы продолжим разговор о винном магнате Бернари Магре. И мы сконцентрируемся больше на его профессиональных достижениях. Вы узнаете, как именно он построил свою винную империю. Шаг за шагом. И может быть мы научимся и сделаем то же самое когда-нибудь. Кто знает. Ну все, дорогие друзья. Жду вас в своем следующем видео. Пока-пока. Чао-чао.